По поводу просмотра моего в Арцахе, это было довольно таки давно, три года назад, да, я еще был юн, в футбольном плане, не созрел еще, приехал сюда на просмотры, в высшую лигу, прошел просмотр и не подошел к тренерскому штабу, все нормально, как бы, без обид, отнесся, все с пониманием, да, меня отправили, и все. После этого я в Армению приезжал только в начале 2020 года, в первую лигу в Вест-Армению, полгода отыграл здесь, в принципе, ну в первой лиге, конечно, хотелось в высшую лигу попасть, да, и отыграл нормально, после Вест-Армении я попал в Белоруссию, после Белоруссии у меня появилось предложение, вернее, появился вариант с Волгарем в первой лиге России, Фанел, да, отыграл там полгода, да, не закрепился там, в первые полгода потом, с нового сезона, как бы, на меня рассчитывали, начал играть там, но в связи с некоторыми обстоятельствами, так получилось, что, ну, разорвал контракт с клубом, да, и остался без команды ненадолго. Поступил в предложение с ФКНО, с высшей лиги Армении, и я уже, как бы, не раздумывая, потому что на тот момент особо вариантов и не было, трансферное окно было закрыто везде практически, и не раздумывая, собрал свои чемоданы и приехал сюда. После расторжения контракта я неделю-две вообще не тренировался, даже не бегал, как бы, просто даже форму не поддерживал, просто не было возможности такой у меня, да. Да, приехал в Осетию, отдохнул чуть-чуть от футбола, потому что, ну, ситуация была такая, я слегка психологически подустал. Отдохнул, восстановился и с новыми силами приехал сюда, адаптация проходит хорошо, ребята приняли хорошо, тренерский штаб, всем доволен, ну, все нравится пока что. В плане физических кондиций пока набирать надо, еще не готов на 100%, но, я думаю, с тренировками, с играми потихоньку наберу форму и проявлю себя максимальной. Мне в центре скучно, мне кажется, это позиция пассивная, но не я выбираю, где мне играть, где меня поставят, там я и буду играть, как бы, но люблю с флангу играть, подключаться, как бы, к атакам, больше в атаке играть, помогать команде впереди, забивать голы, отдавать голы передачи. В Беларуси, когда я играл, я играл под 17 номером, и у меня чемпионат довольно-таки хорошо сложился, я очень хорошо проявил себя полгода. Я не говорю, что номер как-то помогает, да, или номер за футболиста не играет, но просто, как бы, подсознательно, футболисту, наверное, приятнее, как-то спокойнее и под каким-то определенным номером играть, наверное. 97 номер, почему? Потому что, когда я перешел в Волгарь, там 17 номер был занят, я решил взять 97 номер. Мне нравится просто цифра 7, да, 7 здесь занят был, 17 тоже занят был, пришлось взять 97, мой год рождения, почему бы и нет. Если кумира в футболе, в принципе, то это, ну, Лионель Месси, это, я считаю, лучший игрок в истории футбола, да, креативный очень, умеет забивать, умеет отдавать, очень, ну, легенда футбола. Если брать центрального защитника, то это, наверное, Ван Дейк, но, опять-таки, сейчас он был травмированный. Скорее всего, Рамос, Серхи Рамос. Если игрок флангового, крайний, крайний защитник, то, наверное, это, наверное, Карлахаль. Высшая лига Армении, она, конечно же, отличается и скоростями, и уровнем футболистов, и уровнем в целом команд от первой лиги Армении. Если сравнивать с Беларусь, Белоруссией и с первой лигой России, то я считаю, плюс-минус такого же чемпионата. Просто единственное, что мне здесь нравится, есть ли команда. Все команды играют в атакующий футбол. Мне нравится то, что команда, если забивает, нет такого, как в России, не садиться в оборону, да, и просто играть по счету. Такого нет здесь. Здесь команда пытается забивать, пытается агрессивно атаковать, создавать моменты голевые, и мне это нравится, атакующий футбол. В принципе, между играми не так уж и много времени, потому что, чтобы физику набрать, выносливость набрать, нужно не одиннадцать дней, а хотя бы недели две, две с половиной, три. Так что потихоньку будем набирать. Я считаю, нужно еще сыграться нам, нужно провести и на тренировках как бы между собой общаться, потому что есть и иностранные футболисты, и не совсем хорошо пока что понимаем. Вот лично я, как бы, у меня с английским проблемы, да, я постараюсь со временем как бы уже отучить его, и чтобы я иностранных футболистов понимал. Скорее всего, проблема в концентрации и в сыгранности, да. Да, неприятно то, что мы тренируемся на натуральных полях, а играем на искусственном. Переходы вот эти вот очень сложно даются. Нагрузки высокие на колени, на суставы, на голеностопы, на поясницу. Лично по себе вот замечаю. И ожидания, ну, в принципе, никаких ожиданий, я ничего не ожидал от этой команды. Будем готовиться к игре, проведем хорошую игру и добьемся нужного результата, который нас старает. На данный момент у меня контракт с ФК «Нова», да, и все мои планы, все мои намерения будущие связаны только с этим клубом, да. Хочу добиться максимального результата с этой командой, хорошо проявить себя, помочь во всех матчах и добиться нужного результата для руководства, для нас всех. Мы единая команда. Если реально рассуждать, то, наверное, это московский «Спартак», я считаю это реально, очень даже реально, а если помечтать, погрязить нереально, то это, наверное, не знаю, «Повария». Да, «Повария». Последние годы демонстрирует, да и всегда она демонстрирует доминирующий футбол, атакующий, агрессивный, силовой футбол. Мне это импонирует, во-первых, да, мне это ближе, судя по моим даже физическим данным, мне это ближе, мне нравится и футбол, и хотелось бы, конечно, там оказаться когда-нибудь.